а чего надо сказать как я ощущаю себя здесь да да скажите как можно комфортно в принципе да да нет аж культурно абсолютно у нас в миске было это вот-вот на днях до мотор-шоу до три года назад этом присутствовала то без было там вот и когда я выходила оттуда как бы чуть-чуть такая вот попримерила машинка для себя а ну мне больше всего скуток нравится и ямаха мотоциклы потому что свое время я как моя вот как бы это было давно я была тогда молодых вот ну не важно я человек скажем так красивой душой в наше время я не потому что нарисуюсь просто в этой жизни я уже все прошло огонь в воду медные трубы абсолютно как бы даже не интересно вся такая ситуация жизнь такая вот ну когда он не спрашивают вы женщина богатая грида я богатый душой там немерено этим богатством я могу поделиться с человеком который меня поймет не все это понимают деньги всегда зарабатывала я всегда была независима вот зарабатывала своим трудом ручками пальчиками ножками все остальное я буду все за мной но горе случилось такое в жизни знаете какое хотела бы обратить внимание если с помощью вас можно вот этот вопрос поднять очень хотела потому что я все равно не становлюсь я на телевидении радио вот это работаю все ну это работа в жизни аркотики сын я столько декородирую я так сказал лунный мальчик еблазвуете с окончил поступил на секунду начитанный эрудируемый все остальное аркотики Начинаю ему говорить, сын, остановись, пожалуйста. Мне настолько больно. Я 52 лет. Я 27 лет, а в работе у фон. В гимназии у меня сын тут работал. Он в 4 утра мне звонит и говорит, мам, вреди, надо заберет, как лаван кидается. За трусы, типа, еле выловил. Я прихожу. Она так, ну, он там курточку, но не накинул, возле бытовки сидит. Я подхожу, говорю, Надя, хватит, вернусь заниматься, мне через час на работу надо. Что ты делаешь? Пошли домой. Он говорит, Елена Геннадь, отвянься, отойдите. Пусть ваш сын меня об этом попросит. Мой сын подходит и бьет ее с ноги. Говорит, сволочь, что ты делаешь? На женщину руку вообще нельзя поднимать. Что ты делаешь? Она говорит, она по-другому не поднимает. Мне пришлось ее отключить. Елена Евгеньевна работает в кафе. Что я ушла в кафе? Уборщицей работать. Потому что, ну, как бы, не хотелось, вот, дома всю эту ситуацию, ну, как бы, сын сказал, она у нас дома по хозяйству, Надя, а ты маму будешь работать. Хотя у мамы тоже и ножки болят, и все, столько лет отпахавшую в торговле. Ну, вот, я прихожу один день, второй, третий, все. Надя не в адеквате, вообще никакая. Она зажигает плиту, она забывает включить, ну, газ. Газ идет. Я говорю, Егор, ты понимаешь, что это плачевно закончится? Он это понимает, он обращается к тете. У меня вот тетя в новинках работает. Он обращается к тете и говорит, Надю, надо положить новинки от наркотиков. Но при этом он говорит, мама, может, ты ей объяснишь, что ей надо подолечь, потому что это необходимо. Эта женщина мне нужна. Я как добрый человек пытаюсь с ней разговаривать. Сижу и разговариваю. Оба-на. Спасибо. Я говорю, Надя, ты понимаешь, что ты... Я говорю, я очень, ну, как бы, это самое, тебя воспринимала, тебя терпела, все, как бы, старалась найти какой-то контакт с тобой, все. Говорю, Надя, ты понимаешь, что ты наркоманка? Она говорит, Лена Евгеньевна. А вы кто? А я говорю, ну, я алкоголь употребляю, я не отрицаю. Я говорю, Надя, ну, ты меня настолько достала. За все эти годы, я говорю, не просто так. Мама тебя выгнала из дома, называла тебя мразью. Никакой вообще-то. На белой веже мама сдаёт квартиру к квартирам там. Но тебя, Надя, туда не пустили. Почему? Я же тебе говорила, Надя, бери моего Егора, идите на хату. Хата твоего папы на белой веже, двукомнатная. Те же не доверяют квартиру. Почему? А потому что. Наркотики. У меня удобная хата в каком отношении? Пока я на работе и прихожу с работы. Наркотики уже сварены, они употребили, они кайфуют. Чисто так, запах и всё остальное. Двери подъезда открыты. Скотчем двери заклеены на кухне. Привет. Вот. И, короче говоря, это в августе, в начале августа, короче, когда Надя сидела вообще на игле, то, бишь, я начала с ней разговаривать, всё остальное, Надя меня избила. До такой степени, что я была вся никакая. Егор дает моему бойфренду денег и просит меня увезти в Оршу, дабы я не сдала Надину ментовку. Я вся в синяя, никакая. Игорь меня везёт в эту Оршу, извините, в этой электричке, там у меня истерика, всё, я вернусь в Минск, всё, я подниму этот вопрос, эта сволочь сядет. Сколько номер крови уже попило, всё, я устала от неё. Короче говоря, доехала я до той Орши, неделю я отсутствовала на работе. В кафе или помидоры работала уборщица. Я пришла, заведующая объяснила ситуацию, говорю, вот так и так. Телефон изъяли, мобильный, всё. Я не могла ни с кем общаться, а возле Орши, там деревенька, хуторок, где автолавка только приезжает два раза в неделю. Никакой связи, ничего. Целую неделю я-то отсутствовала. Егор-то дал денег туда, в тот путь, на обратную дорогу. У меня ни копейки не было. Но Игоря мама, когда увидела, говорит, Лена, мой сын вас так избил. Я говорю, да нет, мой и его сожительница. Я говорю, вы мне, пожалуйста, простите, вот приехала, ну никакая, вся синяя, побитая, всё. Она каждый день меня в лес выводила, мы ягодки с ней собирали, всё. За неделю вроде как бы пришла, ну как бы. По ночам я, конечно, рыдала, мне так было больно в душе. Но я пришла в себя. Я приехала на работу, пришла и сказала заведующим, такая ситуация, хотите меня увольняйте, как хотите со мной поступайте. Но перед этим я ей объясняла, какая у меня ситуация. Мне сказала, Лена, боритесь. Ну типа что, обращайтесь в милицию. Никто не хочет заниматься бытовухой. Абсолютно. Им это неинтересно. В конечном итоге я уволена с работы, но по соглашению сторон. Вот. Сейчас вот неделю я отлежала в девятой больнице, потому что я во стёкла набегала. То бишь я приходила домой, чисто так переодеться всё. Сын сказал, ты не представляешь, как бьют менты. И я тебе сейчас это покажу. И опять-таки вся была чёрная, вся изувеченная. Я... короче, посуда была разбита, секция, всё остальное. Я босиком убегала. Вызвала милицию, а у меня пермитаж. Они через окошечко вытрыгнули. Ну так, всего лишь. А милиция наша доблестная, ну так, женщина. Я говорю, господи, вы что не знаете, что в прошлом году у меня так избил. Фу, всего лишь было сотрясение мозга. Я говорю, вы что не знаете, что у меня первый этаж? И один стоит в двери звонит, а второй пусть под окошком не постоит. Да. Это когда она... А-а-а. А-а-а. Что хочу сказать? Люблю сына. Очень люблю. Но настолько деградировала. С помощью наркотиков. А девушке его грозит. Короче, их взяли. Их было четверо. Сын выпрыгнул, успел выпрыгнуть в окно, первый этаж. Когда менты заскочили через первый этаж, опять-таки через окно. Вот. И... Девушка уже это по второму кругу. У нее была осудимость в 2001 году за употребление распространимых дюроином. Ей грозит от 8 до 15. И я не могу сейчас находиться в доме, потому что сын меня убивает за свою Надю. Касарь зелени у меня требует. На наркотики, все остальное. Я не мама. Я вообще не человек. Спасибо за внимание. Ирина, спасибо вам тоже за вашу историю. Мы вас освобождаем. Как-то мне выскочили. Вы просаживайтесь в саму подъем. Спасибо. Ребята, знаете что, никакие диеты не нужны. На нервах 10 килограмм скинула за неделю. Продолжение следует...